Сейчас самое, что ни на есть, адекватное чувство патриотизма. Когда ты не жертвуешь собой. Раньше была философия, я умру за родину. Там, да? Сейчас такого нет. Человек, если умирает за родину, он или идиот, или что-то там с ним не то. Человек не должен умирать за свою родину. Эта родина должна заботиться о нем, чтобы он не умер ни в коем случае за нее же. В этом случае называется патриотизм, это, как тебе сказать, взаимообразный процесс ответственности гражданской жителя страны, гражданина страны по отношению к своей стране. И отношение своей страны и законов по отношению к своим гражданам. Когда это есть взаимосвязь, полноценная петелька, крючочек. В этом случае это называется патриотизм, когда друг друга поддерживает, государство поддерживает, там, права человека. И человек поддерживает чистоту, порядок, где-то там, может, видит хулиганов, настучал. Ничего в этом плохого нет, он спас там кому-то, может быть, жизнь. Пока этого равновесия не будет, будет анархия и будет какая-то, вот, я не знаю. Вот только в этом случае создается крепкая платформа для патриотизма. В этом случае я не собираюсь сейчас в данный момент, вот, например, там, убивать людей, там, идти на войну, потому что я патриот. Нет, я уеду в Таиланд там, чтобы ни меня, ни мою семью, если меня убьют, то моей семье будет плохо. Зачем мне это надо? Это что, патриотизм, что ли? Это не уважение вообще к своим гражданам? Нет, это я не говорю, что должен быть лютый эгоизм, то есть тебе должно быть хорошо, а на всех на других наплевать. Ни в коем случае должен человек думать о других людях, но ты являешься самым важным и ценным человеком для себя в своей жизни. Никто другой, ни общество. Приоритеты – это человек и его права.